По традиции, 11 декабря в нашем районе ветераны боевых действий в Чеченской Республике, их родственники, представители общественных организаций, учащиеся кадетских классов, жители города, собрались, чтобы почтить память тех, кто пал в боях за конституционный порядок в Российской Федерации. 22 года назад, в декабре 1994 года, первые колонны российских войск вошли в Чеченскую Республику для восстановления конституционного порядка. Тогда мало кто предполагал, что очень скоро всё это выльется в настоящую войну, с которой, увы, вернутся не все. Около полутора тысяч славянцев стали защитниками мирного населения Чечни, исполнив свой долг. В память о погибших славянцы прошли парадом по центральной улице города в парк «Сорока лет Победы», где состоялся торжественный митинг. Открыл его глава Славянского района Роман Синеговский. Он поблагодарил участников военных событий в Чеченской Республике за стойкость и мужество, за безграничную любовь к родине, за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и подростков, выразил соболезнования родным и близким погибших. «По этому трагическому пути прошли и наши земляки, воевавшие в Чеченской Республике. 17 из них не вернулись с поля боя. И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных сынах Родины, наших мужественных соотечественников». Российские офицеры лицом к лицу столкнулись с жестокостью и ненавистью врага. Прошли испытания суровыми лишениями, тяжёлыми ранениями, потерей друзей. Отметил в своём выступлении председатель Славянского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Алексей Зубченко. «Позвольте мне от лица правления нашей организации поблагодарить наших матерей, погибших ребят, не вернувшихся с войны и в дом, за то, что они воспитали таких достойных граждан, героически защитивших интересы нашего государства». Андрей Кабер, будучи ещё совсем юным мальчишкой, в 18 лет попал в пекло боевых действий в город Ханкала. Там встретил товарищей, с которыми плечом к плечу сражался за мирное небо над головой. Многие из них так и остались лежать на чеченской земле. «Каждый год надо вспоминать их, зачем их забывать. Кто-то, может, тебе помог из них жить. Так мы приходим каждый год». В конце мероприятия участники митинга под троекратный воинский салют возложили цветы к мемориалу в парке. Надежда Калинина, Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».